Я не знаю, что произойдет дальше. Впереди у нас трудные дни. Голос Мартина Лютера Кинга звучал в Нижнем Манхэттене так же мощно и раскатисто, как и 50 лет назад в Мемфисе. И, слушая его, можно было представить самого Кинга на этой трибуне, установленной под аркой парка Вашингтон-скуэр. Вечер 3 апреля 1968 года в Мемфисе выдался пасмурным. Примерно такой же, как сегодня в Нью-Йорке. Мартин Лютер Кинг выступал в церкви Мэйсон Темпл без подготовленного текста. Он импровизировал. Тысячи людей, собравшиеся послушать его, не знали, что это его последняя речь. Сам Мартин Лютер Кинг, похоже, предчувствовал свою скорую гибель. Как и любой человек, я хотел бы прожить долгую жизнь. Долголетие играет свою роль. Но я не озабочен этим сейчас. Я просто хочу исполнить Божью волю. И он позволил мне подняться на гору. Я посмотрел на все свысока. И я видел землю обетованную. Я, возможно, не попаду туда вместе с вами. Но я хочу, чтобы сегодня вы знали, что мы, люди, обязательно придем на землю обетованную. Менее чем через сутки после этого выступления Кинг был смертельно ранен выстрелом Джеймса Эрла Рея, когда стоял на балконе в мемфисском мотеле «Лоррейн». Это убийство вызвало общенациональное возмущение. На похороны Кинга в Атланте пришли десятки тысяч людей. В десятках городов страны произошли массовые беспорядки. Выступаемый мероприятие в Нью-Йорке. Мэр города Билл Деблазио констатировал, что мечта Мартина Лютера Кинга до сих пор не осуществилась. Давайте будем откровенны. Мечта доктора Кинга все еще не осуществилась. То, о чем он говорил 50 лет назад, болезненные противоречия в нашей стране все еще существуют. Мечта доктора Кинга еще не осуществилась. Но это не значит, что мы прекратим бороться за ее осуществление. В своем последнем выступлении Мартин Лютер Кинг вспомнил о покушении на него, происшедшем в 1958 году в Нью-Йорке. Тогда психически неравновешенная женщина ранила его ножом, причем лезвие едва не задело аурту. Врачи потом сказали, что если бы Кинг тогда чихнул, он бы умер. Спас его доктор Эмиль Наклерио. Об этом нам рассказал сын врача. Мой отец сразу понял, что нельзя было терять время. Он открыл грудную клетку через ребра, потому что иначе входить туда было слишком опасно. Отец вытащил нож и спас его жизнь. У доктора Кинга ушло три месяца на восстановление. Через три с половиной месяца мой отец получил от него прекрасное благодарственное письмо. Многие пожилые афроамериканцы считают, что Мартин Лютер Кинг изменил их жизнь к лучшему. Благодаря ему я сумел поступить в два очень хороших университета в Бостоне, и у меня сложилась карьера. Однако проповедник и правозащитник Эл Шартон призвал не останавливаться на достигнутом. Кинг сказал, что впереди у нас трудные дни. Но если все мы объединимся, белые и черные, красные и коричневые, ЛГБТ, женщины, и будем бороться вместе, мы непременно придем на землю обетованную. Сегодня мы даем слово не просто помнить о мечтателе, а добиваться осуществления мечты. Михаил Гудкин, Максимов Лошенко. Настоящее время. Из Нью-Йорка.